Я хочу как раз вас познакомить с приложением «Община». Это тот практически продукт, который у нас уже готов. Поддерживает платформы, но, естественно, работает на андроиде и работает на яблоке. То есть минимальные версии вы увидите, которые поддерживаются. Все, что вышли, соответственно, все работает. Дальше. Структура приложения. Основные четыре раздела. Когда человек загрузит себе приложение, у него будет главная страница. Когда вступит в «Общину», у него будет еще раздел «Община». Один из главных функционалов – кнопка «Сос». Это кнопка экстренного вызова в сложные ситуации для всех членов общины. И другие разные материалы, профили. Сейчас подробнее об этом расскажу дальше. Следующий слайдер. Значит, тут главное. Когда человек будет заходить… Мы сейчас там сверху просто разложили, как будет двигаться этот слайдер. То есть когда вы закачаете приложение, у вас будет стена со всякими нашими новостями. По сути, в этом приложении будут новости русского мира. То есть вам не надо будет ходить где-то там много-много, искать разные информации. Мы ее сюда будем собирать всю с наших русских телеграм-каналов, с информагентств. Будем закачивать сюда самые интересные новости русских людей. Она будет листаться снизу вверх. А вверху вот это меню галерея, как вы понимаете, тоже полезные материалы, которые вот прямо сейчас горячие. В полезных материалах потом подробнее расскажу. Петиции, которые мы предлагаем подписать, если община наваливается на какую-то проблему. И мы там собираем какие-то подписи для того, чтобы решить проблему. Значит, будут принципы, по которым действует община. И эти принципы потом могут корректироваться в зависимости от ваших предложений. Ну и если вы только закачали приложение, будет кнопка «Вступить в общину». Едем дальше. Значит, полезные материалы, лекции, ролики, фильмы, книги. Вот все мы туда будем закачивать. И те, кто будет пользоваться этим приложением, могут предлагать, что туда закачивать в полезные материалы. Собственно, глобальный администратор будет этим всем заниматься. Тот, кто администрирует эту сеть. Ну то есть мы как создатели. Значит, едем дальше. Значит, вот община. Значит, когда вы нажмете кнопочку «Вступить в общину», появится сначала «Вступить», нажимаете. Когда пройдете регистрацию, там надо будет зарегистрироваться, то есть авторизоваться для начала. Потом «Вступить в общину», выбрать соответствующий город или населенный пункт, подать заявку. Если уже община существует, то мы сейчас смотрим вариант, когда община уже создана. Если ее нет, вы можете подать заявку на создание такой общины. Там тоже будет такой функционал. Я просто сейчас весь его расписывать не буду и в каждом экране показывать. Там просто функционала очень много. Мы полгода это приложение делали. Там очень разветвленная сеть. И я просто сейчас по основным функциям прохожу. Соответственно, вы находите свою общину, вступаете в нее. И там, когда вы будете уже вступили в общину, вот, например, есть небольшое село Азова, и там будет тоже своя когда-нибудь община. И вот в этой общине будет свой календарь событий, где члены общины будут, допустим, захотели провести какое-то мероприятие. В календарь администратор занес, и все уже знают, что будет какое-то мероприятие, которое община проводит, кто там ответственный, где, когда, что. У каждого это будет отражаться, соответственно. Актуальные проекты – это то, что община сейчас делает. Ну, допустим, мы сейчас собираем там деньги на… Сгорел дом у кого-то, да, мы там сейчас собираем деньги на это. Или, например, мы не собираем деньги, мы всех приглашаем пойти и помочь этот дом построить своими руками. То есть актуальные проекты, которые община ведет. Это сама община будет выкладывать. То есть это уже не кто-то там будет администрировать, а именно сама община, выбрав себе администратор, будет это делать. Ну, соответственно, достижения – это отчеты, что община сделала. Ну, и у каждого человека будет возможность предложить пост. То есть предложить какую-то свою идею, что вообще не делать, предложить какую-то информацию или еще что-то. Едем дальше. Ну, создание общины. Мы тут показали, как община создается. Выбираешь из выпадающего списка населенный пункт, вводишь описание. Общину можно назвать как угодно. Вот нам говорят, а как вы будете, допустим, с Мишей и Мавашей. Вот, пожалуйста. Приложение позволяет тому же Мише со своим северным человеком зайти и создать общину под названием «Северный человек Петербург». Петербург-то, ну, как угодно вообще. Можно саму общину так назвать, если люди все потом туда пойдут и будут согласны в этой общине там находиться. Пожалуйста, можно не называть ее никак, просто оставить ее по названию населенного пункта, а внутри там, пожалуйста. Вы можете по интересам там собираться и планировать свои события. Значит, едем дальше. Община создается, подается заявка глобальному администратору. Ну, как правило, администратор должен будет просто ее активировать. Все. Переходим дальше. Значит, община. Ну, я уже вам рассказал основное. Есть чат общины, вот там написано сверху, чтобы вы понимали. Изначально мы эту функцию пока в приложении в самом не запрограммировали. Это очень дорого стоит и много времени занимает. Поэтому параллельно с запуском самого приложения мы будем создавать региональные чаты в Telegram, который, на наш взгляд, пока наиболее защищен в плане персональных данных. Там, по сути своей, мы бы хотели как раз, почему здесь еще об этом говорим, мы бы хотели на кого-то опираться, нам нужны люди, которые готовы помогать нам в администрировании этих чатов. Потому что мы сами, естественно, там 1700 чатов, следить за ними и вести их не сможем. Нужно, чтобы в каждом населенном пункте были такие люди, которые будут администрировать свой собственный чат и, собственно, помогать нам в этом деле. Мы эти чаты организуем, мы их откроем. Почему говорим «мы»? Мы хотели бы все это централизовать, чтобы не было попыток эти чаты взломать и увести, скажем так. Люди разные попадаются в жизни. Сегодня человек в одном состоянии душевном, завтра его состояние может поменяться, он может расстроиться, передумать и чат, например, удалить. В котором уже собрались люди, они там общаются, ведут свою деятельность. Но чтобы вот таких вот неожиданностей не происходило, мы будем создавать их централизованно и приглашать наших активистов в качестве администраторов, которым будем давать определенные права. Если вы в Telegram все смотрите, то вы понимаете, как там это все работает. Даются определенные права, можно, допустим, удалять из чата какие-то маты, ругань, скандалы, какие-то конфликты, но при этом невозможно удалить человека, допустим, только материал. Значит, община может сама вести свою деятельность. Соответственно, каждый, кто будет пользоваться приложением, сможет видеть не только календарь, актуальные проекты, достижения, может узнать о самой общине, посмотреть информацию, что это за община, может сделать пожертвования, может посмотреть список других общин. То есть мы можем, на самом деле, находясь в общине одного города, в списке найти общины других городов или населенных пунктов, прийти к ним, задать им какие-то вопросы, начать обмен какими-то мнениями, ну и, в принципе, наладить какое-то взаимодействие с другими общинами. То есть, на самом деле, приложение будет позволять общаться не только внутри своего сообщества, но и по горизонтали, условно говоря, везде, со всеми. Значит, ну и каждый может предлагать свой пост. И, на самом деле, как выбирать администратора общины? У нас тоже, чтобы не произошло, скажем так, такого рейдерского захвата общины, у нас придумана процедура, самая демократичная, которая есть сейчас на данный момент. Если людям не нравится у себя в общине, как администратор ведет эту общину, они могут инициировать процедуру смены этого администратора. Но делать это можно только один раз в год, чтобы не замучить администратора и всех вокруг. И делается это через голосование. Кто-то говорит, мне не нравится администратор, такой секой, значит, портит всю нашу общину, давайте-ка его заменим. Там автоматически включается процедура голосования, все члены общины голосуют. Если эта идея набрала больше 50% голосов, то автоматически запускается следующая процедура по выборам уже нового администратора. Если не набрала 50% голосов, значит, община считает, что не нужно никого менять, и в следующий раз можно к этому вопросу вернуться только через год. Значит, это защитный механизм от того, чтобы там внутри не происходило каких-то расколов и не происходило каких-то склок и скандалов, и люди не начинали выяснять отношения, давайте этого уволим, а этого поставим и так далее. То есть мы попытались как-то такой защитный механизм сразу ввести в приложение. Идем дальше. Значит, возможности общины. Вот там специально такую раскладочку сделали. Какие виды помощи мы заложили? Два вида помощи. Помощь экстренная, кнопочка SOS, и помощь обычная. То есть есть помощь, которая не требует экстренного принятия решений. То есть если, допустим, вы хотите там какое-то дело свое открыть, малое там, либо еще что-то, да, вы можете обратиться в свою общину, и община может принять решение, как вам помочь. Там тоже заложены механизмы определенные, потом кто скачается и сможет ознакомиться. Также размещаются все инициативы, все запросы людей. Идет внутри общины голосование, община сама выбирает, кому помогать, кому не помогать. Или, допустим, кому помогать в первую очередь, кому во вторую, кому в третью. И дальше уже сама община принимает решение, допустим. Все, кто вообще не состоит, любой может написать свой запрос о помощи, а община принимает сама решение, кому как, каким способом помогать. Значит, община может свои собственные петиции где-то инициировать. Ну, например, есть проблема районного масштаба, но которая не является проблемой для всех остальных. Ну и вот община может бороться с этой проблемой у себя там на месте, написав какую-то петицию. Значит, рекомендации. То есть те организации, которые община будет рекомендовать. Вообще мы еще параллельно сейчас разрабатываем карту. Значит, с запуском приложения будет еще карта, пока мы здесь про это ничего нет, на которую община сможет наносить, ну, скажем, свои точки. Например, вот это пекарня нашего члена общины, вот это гостиница нашего члена общины, вот это парикмахерская, вот это частная клиника нашего члена общины. То есть все, кто состоит в общине, будут иметь право, чтобы община на свою карту в своем населенном пункте нанесла точки наших людей, чтобы русский покупал у русского, обслуживался у русского, а там, соответственно, есть программа лояльности. Там вот написана программа лояльности, и также община договаривается. Мы твою точку себе на карту ставим, всех своих людей к тебе направляем, ты, пожалуйста, там специальную скидку для членов общины. Вот он приходит, показывает, что он в приложении находится, можно там QR-коды сделать. Все, и он получает в этом заведении свою специальную скидку. То есть для русских специальная цена. То есть это можно будет сделать уже внутри приложения. То есть община сама получает такой инструмент у нас. Ну и, соответственно, свои материалы полезные делиться. Рекомендации на работу. Это тоже направление, которым должна заниматься община. Здоровый нормальный лоббизм на местах. То, чем занимаются другие диаспоры. Пропихивает своих людей. Вот вы даже наверняка не знаете, я поработал с замглавы Долгопрудного, и там всегда были вакансии. В администрации. Всегда были вакансии. А на улице всегда ходили люди и думали, блин, где мне работу найти. А надо бы потихоньку начинать своих людей подтягивать. И начинать их в органах власти проращивать. Чтобы они росли, становились специалистами нормальными, шли по служебной лестнице. Но при этом не забывали, кто их туда рекомендовал, кто их туда устроил. И постоянно были полезные общения. Община должна постоянно им давать какие-то там поручения. тихие, спокойные, закрытые внутри общины, скажем так. И человек должен помогать уже внедрённый на определённой должности. Вообще это нормальная практика, которую нам надо вообще как-то организовать. Для этого мы здесь даём специальный раздел. Идём дальше. Ну, найти друга. Это я так написал специально. В общем, внутри общины члены общины смогут смотреть профили друг друга. А в профиле каждый из нас, загрузив приложение, зарегистрировавшись, сам ставит пометку, какую информацию о нём он разрешает показывать. Ну, то есть там, хотите вы, чтобы о вас всё знали, да? Члены общины будут всё про вас знать. Хотите там какую-то информацию только отдельную о себе оставить, ну, будут видеть ту, которую оставили вы отдельно. Ну, и когда будет человек регистрироваться, там будет выходить анкетка небольшая. А чем вы можете быть полезной общине? И вот там вот список. Личным участием, использовать автомобиль, писать статьи и тексты, проводить лекции, личным участием руками и ногами, материальной помощью. Ну, в принципе, каждая община может даже этот список будет расширять у себя. Человек, когда регистрируется, уже заранее пишет, чем он может быть полезен. И, в принципе, это у него в профиле будет отражаться, и община будет знать, зачем к нему можно обращаться. То есть если этот человек интеллектуал, он готов проводить лекции, понятно, мы его не потащим, там, кирпичи, так сказать, и помогать дом построить. Да, у него будет другая задача. Вот здесь этот функционал позволяет общине сразу ориентироваться, кто из членов, чем может быть полезен и зачем к нему обращаться. Идём дальше. Значит, ещё такой вопрос, как региональная община. Вот у нас есть общины областных центров и есть, ну, будут, вернее, общины областных центров и общины райцентров. То есть здесь принцип территориальный. Почему так объясняю, что мы бы не хотели, чтобы в одном городе или райцентре было там три или четыре русских общины, чтобы начался раздрай, скандал, конкуренция какая-то. Мы бы хотели, чтобы в каждом населённом пункте была одна русская община и люди как-то научились находить друг с другом общий язык, распределив как раз функционал. Так, кто чем занимается, кто за что отвечает. Значит, но при этом есть проблемы общерегиональные. Например, если взять там Орловскую область, к примеру, возьмём. Есть община Орла, есть община райцентров общины, но у них есть одна какая-то общая проблема в сфере образования. Ну, допустим, или возьмём так, здравоохранение. Здравоохранение у нас сегодня вертикально подчинено министерствам и ведомствам региональным. Если ты хочешь решить проблему своей больницы в районе, тебе надо ехать в областной центр к губернатору. То есть понятно, что решить какую-то медицинскую проблему, скажем так, на месте невозможно, не обратившись к региональным властям. Как может маленькая община райцентра дотянуться? Никак не может дотянуться. Для этого нужно, чтобы было сообщество общин, скажем так, регионального типа. Вот у нас есть возможность в приложении, скажем так, вести общую, скажем так, общую группу для всех общин в одном регионе, где автоматически считается, что хедлайнером является община областного центра, и тот, кто ведёт общину областного центра, он как бы модерирует общерегиональную общину. Ну, это в основном как группа, скажем так, в соцсетях. То есть он модерирует вот эту стену, все новости и общение вот этих общин. Значит, идём дальше. Ну и основной функционал, кнопка экстренной помощи, SOS, то, чего все давно просят и ждали. Значит, как устроена эта служба. Значит, у каждого есть такая кнопочка, у каждого, кто зарегистрировался, вступил в общину. Если с человеком происходит какое-то экстренное событие, он может нажать на эту кнопку, значит, и ему выпадет готовое меню с несколькими вариантами событий. Для чего это сделано? Мы делаем специально ограниченное меню для того, чтобы люди не сами придумывали ситуацию. Если человек придумывает ситуацию, он может там написать призывы к противоправным действиям. Ну, это просто, чтобы не попасть под действия уголовного кодекса, где нам могут вменить, что мы специально сделали инструмент, который дает людям возможность призывать к противоправным действиям, так вот мы это обошли. Там выпадающий список и готовые варианты. Попал в ДТП, не знаю, что делать. Ну, например, да? Или сломал ногу, не могу двигаться. Или там в доме пожар, помогите. Ну, человек растерялся, паника, не знает, куда звонить там. Или там шумные соседи угрожают. Или просто короткое, на меня напали. То есть вот будет такой функционал. Человек выбирает вот эту вот кнопочку, сам выбирает. И дальше там у нас есть. Сейчас посмотрим, что у нас на следующем слайде. Ну, для того, чтобы корректно работала эта функция, нужно, чтобы человек, который установил у себя это приложение, дал этому приложению доступ к камере, микрофону, файлам и местоположению. Потому что, когда вы будете нажимать экстренную помощь, у нас будет включаться карта, и ваше местоположение будет всем известно. То есть всем будет приходить соответствующее оповещение, не только с тем, что с вами произошло, но и где. То есть на карте сразу каждый может посмотреть, где это произошло. Будут ваши, соответственно, данные, как с вами связаться. Те данные, которые вы позволили открыть приложению, когда регистрировались. Поэтому, когда скачиваешь приложение, устанавливаешь, нужно желательно себе все-таки контактные данные оставлять, иначе с тобой потом связаться не смогут те, которые захотят тебе помочь. Идем дальше. Когда человек нажмет кнопку, у него будет, что случилось, и дальше выпадающий список из тех случаев, которые я вам сейчас перечислил. Человек заполнит, отправит, автоматически уже улетело всем оповещение, и дальше у человека появляется. Можешь добавить срочный видеозапрос. То есть человек нажимает, у него сразу автоматом включается видеозапись на телефоне. То есть он сначала отправил оповещение, что с ним что-то произошло, и потом срочный видеозапрос. Можно текстовый. Если там не сильно горит, и ты успеваешь пальчиками что-то набить, ты можешь выбрать текстовый запрос и разъяснить ситуацию для всех членов общины. Если нет, нажимаешь срочный видеозапрос, включается камера, и она автоматом записывает все, что куда-то там направишь телефон. Потом этот файл автоматом запаковывается и прикрепляется к твоей заявке, и каждый, кто получил оповещение о том, что у тебя беда, сможет еще посмотреть это видео. Идем дальше. Значит, ну вот варианты и как будет выглядеть запись видео, чтобы было понятно. Дальше идем. Значит, ну и вот так будет выглядеть в приложении, так будет выглядеть ваш запрос о помощи. Значит, местоположение. Каждый, кто нажмет на него, у него откроется карта, будут видеть ваше местоположение. Ваши контакты, как с вами связаться. Можно, например, по контактам позвонить, сказать, братан, держись, я сейчас приеду через пять минут. Значит, вот снизу три человека там написано. Это будет видно, кто откликнулся. У каждого человека будет возможность, вот он увидел, будет возможность нажать на кнопочку «Помогу». То есть нажимаешь на кнопочку «Помогу», и вот у человека, который направил запрос, вот там с левой стороны, где щит, видно, сколько человек откликнулись, что ему помогут. Ну вот здесь цифра три стоит сейчас. А двадцать – это сколько человек увидели и просмотрели этот твой запрос о помощи. То есть ты, когда в ситуации в критической, отправил, ты, во-первых, видишь, кто тебе уже откликнулся и готов прийти на помощь, и сколько человек уже успело просмотреть. Кто-то с тобой уже за это время успеет связаться. В принципе, если ситуация уже сошла на нет, и тебе нет необходимости кого-то звать на помощь, можно отменить запрос, пока не поздно, чтобы зря людей не дергать. И все члены общины будут видеть на самом деле, кто откликнулся, кто пришел на помощь, а кто не пришел на помощь. Это будет стимулировать всю общину. Соответственно, в следующий раз, когда ты нажмешь кнопку экстренной помощи, будь готов, что к тебе придут так же, как ты приходил на помощь, когда нужно было откликнуться кому-то там. Идем дальше. Вот так будет выглядеть геолокация человека, который попал в беду. Дальше идем. Но при этом, если вы не дали разрешение своему смартфону на геолокацию, то, соответственно, она работать не будет. Это, когда вы попадете в экстренную ситуацию, не позволит, собственно, людям определить ваше местоположение. А потом местоположение можно еще уточнять. Если вы передвинулись с места на место, бежали от кого-то, можно нажать кнопочку и обновить вашу геолокацию, чтобы вас нашли. Кнопка «Помогу», это я только что рассказал, что человек может нажимать, и вот мы список откликов видим, кто откликнулся. То есть все будет прозрачно, община будет все время видеть активность своих членов, кто на самом деле тут помогает, а кто просто сидит и пользуется своими партнерами, скажем так. Дальше. Субтитры подогнал «Симон»